Татарстан в рейтинге экономически крепких регионов спустился вниз. Насколько строчкой? Почему? Камень, дерево, панели. Какие дома предпочитают покупать татарстанцы? И квартира или частный дом. Что выгоднее брать и содержать? Эксперты рассказали. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Татарстан в рейтинге самых устойчивых регионов страны спустился ниже на одну строчку. Мы были 17-й и стали 18-й в этом списке. По итогам третьего квартала 2022 года. Лидерами в топ-35 самых крепких регионов оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономный круг, Чукотка. Исследование провел Фонд развития гражданского общества. Его эксперты анализировали данные Росстата. Среднюю зарплату во всех регионах, уровень социального благополучия. Это отношение зарплаты к минимальной стоимости жизни в этом регионе. И региональный продукт на душу населения. Так вот, зарплата по регионам в минувшем году снизилась в среднем на 6%. А жизнь, самые необходимые товары и услуги подорожали. По официальным данным на процент с небольшим. И их отношение друг к другу, индекс благополучия, тоже опустился с 2,78%. До 2,64%. А вот стоимость регионального продукта по стране увеличилась почти на 15%. Основной фактор, что наш регион очень сильно пострадал от санкционного давления. То есть, весьма ощутимо это сказалось. Несмотря на то, что региональный валовый продукт вырос, но для этого надо анализировать, за счет чего рост произошел. Что там, какие основные составляющие. И, конечно, нельзя не учитывать тот фактор, что у нас добывается нефть, продается нефть, нефтепродукты. Это тоже является одной из причин того, что санкции они ударили и произошло вот это падение. Движение довольно крепких регионов в рейтинге вниз эксперты называют вполне логичным. Сказались беспрецедентные санкции. Почти все регионы-лидеры живут природными ресурсами. Зависит от их продаж. И сейчас, как никогда, должны оперативно переориентировать свою экономику. Татарстанцы по итогам прошлого, 22-го года, построили и поставили на кадастровый учет больше 15 тысяч частных домов. Почитали эксперты Росреестра по республике. Большая часть из них в сельской местности. 9 с лишним тысяч домов. Остальные в пригороде. Чаще это были одно- или двухэтажные дома. Средний метраж 145 квадратов. В основном жители нашей республики предпочитают дома из кирпича. С помощью этого материала построено порядка 7 тысяч домов. Также популярны деревянные домостроения. В прошлом году, например, было построено 2000 таких домов. Другой материал, который часто используется в нашем регионе при строительстве частных жилых домов, это монолит. В прошлом году из него возведено 950 объектов. А вот блочные дома менее популярны. С его применением построено всего 328 домов. Самые редкие используемые материалы – это камень, 3-4 дома и бетонные панели, всего 5 домов. Что касается покупки жилых домов, то по данным ведомства, в прошлом году в Татарстане зарегистрировали 18,5 тысяч договоров купли-продажи. Почти каждый седьмой дом куплен в Казани. И больше половины – в ипотеку. У наших экспертов мы спросили, что сегодня выгоднее покупать – частный дом или квартиру? И чего дальше ждать от рынка загородной недвижимости? По затратам, и когда говорят, вот дом, там снег, даже если это все убрать, то себестоимость квадратного метра жилья в загородном доме гораздо ниже, чем себестоимость квартиры. Накладные расходы тоже ниже. Поэтому выгоднее, конечно, дом. Загородная недвижимость, цена образования строительства этого дома – это понятно, что куда ушло. И более того, загородный рынок, он развивается. Почему? Потому что стоимость квартир растет. И многие встают перед выбором. Мне лучше уехать относительно загорода или приобрести квартиру. Бюджет, допустим, трехкомнатной квартиры позволяет купить дом. Позволяет купить дом. Вот. Поэтому загородная недвижимость, она устойчивая. Во-первых, там есть очень много сегментов разных ценового диапазона. Поэтому я думаю, что у нее все и было, и будет хорошо. И в сезон она покажет достаточно хороший рост. Более того, очень много программ испанковских, которые сейчас поддерживают этот сегмент. Вот такая была экономическая картина этого дня. Что принесет новый день, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале «Татарстан-24». До встречи.